Бескрайние просторы тундры за полярным кругом с давних пор освоили долганы, которые являются одним из коренных малочисленных народов Севера Якутии. Они компактно живут в селе Урюмхая Аннабарского долгана Эвентийского национального района. Численность их невелика – всего 1900 человек. Скоро исполнится 30 лет, как долганы создали свою ассоциацию. И в преддверии этой даты мы встретились с ее председателем Ольгой Федоровной Тимофеевой Терешкиной. За 30-летний период работы, конечно, сделано было много. Вместе с тем период показал, что сейчас в настоящее время я на своей предвыборной программе, на съезде. И тогда я сейчас говорила, что культура, то есть в первую очередь все-таки нужно обращать внимание вопросам культуры. То есть если на заре 90-х годов стояли там, в первую очередь, экономические вопросы, там вопросы представительства, то сейчас, конечно, акцент у нас идет в первую очередь культура. А культура, она в таком широком понятии. То есть язык как часть культуры в том числе. Поэтому мы сами понимаем, что, по крайней мере, четко под Алганом можно сказать, 30 лет назад практически в Якутии на уровне федерации мало кто вообще понимал, что есть такой народ отдельный. В основном говорили, что это субэтнос, что алганский язык — это диалект. И сейчас продолжаются такого рода разговоры, комментарии, интерпретации. Вместе с тем, ученые же в свое время доказали, что это отдельный этнос. Лингвисты доказали, что это не диалект, а отдельный язык. В практике, да, этнология — это нормальное явление. Конечно, мы понимаем, что мы очень близкий народ и к Эвенкам, и к Эвенам, и к Якутам, Саха. Но народ сформировался давно. Есть спорные такие теории. Там 300 лет, 400, 500. Ольга Ануфрина Мурашко говорила, что, может быть, даже несколько тысяч лет назад, чтобы освоить такие сложные арктические территории, не одно столетие необходимы, тем более образ жизни. Традиционно у нас в первую очередь отличие все-таки — это климат. А из-за климата, соответственно, и традиционное хозяйствование. То есть мы занимаемся оленеводством. То есть скотоводство у нас, ну, лошадей, коров нет, оленеводство, соответственно. И в соответствии с этой программой, да, то есть мы начали проводить мероприятия. То есть уделять внимание, в первую очередь, таким вопросам, как сохранение развития культуры и языка. У нас очень хороший культурный центр Юринхае построили. Я в этом году, вот, в отпуске была, получается, два месяца апрель-май в Юринхае. И могу сказать, что вот один из лучших атаки, на самом деле, есть не только, наверное, в Якутии, но и по России культурных центров современный, большой, с очень хорошей техникой, да, сценой, с очень такими, наверное, ну, энтузиастами, работниками культуры в нашем учреждении, под руководством Сергея Васильевича Саравацкого. Вот они выпустили, сами энтузиасты, такой интересный сборник. На самом деле, вот оно маленьким тиражом вышло, это песенник, да, то есть они собрали там все песни и мелодии местных авторов. Вот маленький поселок, 1200, да, население, 40 самобытных мелодистов, которые пишут стихи и музыку сами, и это еще не всех собрали. В этом же культурном центре проходят выставки, концерты. Вот я несколько раз уже об этом говорила. У нас в Юринхае все поют и танцуют. Проще спросить, кто не поет и кто не танцует. То есть он такой у нас музыкальный, такой творческий центр. И наш Анабарский улос, на самом деле, тоже сами говорят так, и в Соскалахе, и в Каводстве района. Всегда по всем культурным мероприятиям участвуют юринхаинские, потому что они поют, танцуют, вышивают, мастерицы, оленеводство. То есть совхоз в Анабарском улосе сохранился только у нас в Юринхае. Вот это вот такой микроклимат, он такой вот идентичности, национальности, сохраненности, вот он в Юринхае присутствует. Как бы традиционного образа жизни придерживаются долга. Да, придерживаются, да. Долга они у нас как раз-таки и придерживаются. Но это благодаря вот в свое время правильному государственному подходу не дали расформировать совхоз. Понятно, что была поддержка промышленных компаний, да, ну и руководство района республики. Потому что люди, если в других местах были расформированы, ушли в частные, да, вот общины, не все выжили практически там. То у нас это все-таки из совхоза стало МУПом, муниципально-мунитарное предприятие имени нашего известного первого оленевода вообще в Союзе, да, Илья Константинович Спиридонов, который это почетное звание получил еще в далеком, в 57-м году. То есть первый оленевод вообще из всех коренных народов малочисленных Севера современного, да, вот, России, ну и советской России, то это долганин. Герой. Да, герой. Мы его так и называем, или джагерой. Сохранение родного языка – это, пожалуй, самый насущный вопрос коренных малочисленных народов Севера. И меня заинтересовало, как у долган обстоят дела в этой области. Я смогу сказать, что язык сохранился в силу своей близости к якутскому языку в первую очередь. Да, нас вот мы с таймырскими долганами, ну, в такой конструктивной полемике всегда обсуждаем. Там я сама не лингвист, сразу говорю, не филолог, но они считают, что у нас наш долганский язык объекучен здесь в Якутии, но благодаря этому и сохранен. Если сравнивать с таймыром, то, если, допустим, в Юринхае 100% все говорят на своем родном языке, 100%, да, то на таймыре, к сожалению, да, вот получилось так, что у них осталось практически только старшее поколение говорить. То есть поколение моего, мое поколение, а младшее, оно же практически утратило свой язык. Это вот, ну, у нас вообще в Якутии с якутским языком в свое время 30 лет назад тоже. Все начиналось 30 лет назад. Очень много таких юбилейных мероприятий в этом году, так, 100-летие, говорят, там, республики. Но в 92-м году было принято, во-первых, это закон о языках, который принял, да, закон о языках нашей республики. Два государственных и пять наших официальных языков, ивэнский, венкийский, кагирский, чукотский, долганский языки. То есть закон регламентировал их использование, применение, реализацию. То есть были созданы там разные институты, как и вот программа ГЕВАН тоже была создана благодаря этому закону о языках. Конечно, понятно, что 30 лет прошло, и кроме одной программы ГЕВАН у нас и часов-то и не увеличилось, да, или там вот газета «Элкен», хотелось бы больше, но это же был путь, да, свой такой вот путь прошел. И точно так же вот по долганскому языку, поэтому мы всегда будем недовольны, да. То есть, конечно, нам хочется вот так же, да, иметь свою кафедру долганского языка в университете, чтобы была кафедра вот в рамках института, да, языков народов севера. Там есть у нас кафедры эвенские, да, юкагирские. Нужны специалисты, то есть нужны кадры, ученые нужны. Также в БАГИКе, допустим, да, нужны тоже, там есть кафедры соответствующие арктические по культуре. Опять же, нужны ученые. Ну, а чтобы появились ученые, должна быть своеобразная такая кадровая национальная политика, которая бы ориентировала молодежь, что вот нужно вот заниматься наукой в области языка, истории, этнографии, культуры. Потому что без ученых мы такие, на самом деле, беззубые. К сожалению, как и во всем мире, не только в России, но и в мире, вот автохтонное население, оно как объект изучения, да, вот пришлыми. То есть люди вот изучают наши языки, культуру, да, но вместе с тем, я считаю, что есть такое понятие, как фейт-контроль, контролировать свою судьбу. Лучше нас, мы свои проблемы лучше знаем. То есть мы должны сами принимать решения в управлении своей судьбой. Вот я вижу что-то интересное, настольную игру. Это тоже относится к языку же? Да. Что за игра? Ну, это интересная такая настольная игра. Она так и называется, хурт, настольная игра на долганском языке. Хурт — это стойбище. Ее вот в свое время, ну, это инициатива общественников, да, которая была поддержана, там, творческое есть объединение, этника. Они, их поддержал Институт языкознания, Федеральное агентство по делам молодежи. Они выпустили, но здесь, ну, вот она, похоже, такая, карточки очень интересные. Мы качественно сделаны, конечно, это для детей младшего и среднего возраста с орнаментами, с нашими языками. Они нам бесплатно это отправили для распространения в Аннабарском Лусе. Мы передали там в школы, в садики, в Верюнхайе. Ну, это такие разовые, конечно, проекты. Нам хочется большего, да, тем более, что и федеральный есть у нас фонд по поддержке родных языков. Есть и федеральное агентство по делам национальности. Хорошо, что у нас теперь и министерство есть по вопросам Арктики и делам народов севера. И министерство внешних связей есть, да, и по вопросам, в том числе, наших народов. То есть есть Дом дружбы народов, где есть секция коренных. То есть, конечно, за 30 лет раньше мы только, ну, могли бы мечтать. Ну, вот хотелось бы все равно как-то большего, такого уже конкретного, уйти от мероприятий, да, конкретным таким вот, да, практическим. То есть все-таки, чтобы у детей была такая срождение языковая среда, возможность, да, выбора. Они вот так вот, да, нет выбора, то есть всегда присутствовало свое родное. То есть это коммуникация естественная, мечта любого человека, жить в родной среде. Такой вот, где вот твой родной язык культуры, оно естественным образом, они не насаждаются или, наоборот, уничижаются. То есть, ну, вот к этому прийти, к этому гармоничному соотношению, по идее, вот эти органы власти у нас и должны проработать, да, как это должно быть. Цифровизация родных языков – одна из актуальнейших тем среди северян в настоящее время. И это прерогатива молодежи. Николай Захаров, долган из Уюхаи, закончил Санкт-Петербургский электротехнический университет и работает преподавателем колледжа инфраструктурных технологий СВФУ. Он является автором очень интересного проекта. Мама является долганской Аннабарского района, родилась в селе Соскалах, ну, если быть точнее, даже на тундре. И наш дед является тоже долганом из Красноярского района. И вопрос культурного наследия долган меня волнует уже давно. Сам учился в школе Арктика. В городе Нерингер экспериментальная школа есть, где обучают представителей коренных малочисленных народов Севера. И тогда мои воспитатели, учителя перевели любовь к языку, к культуре народов Севера. Отец мой Эвен. И что интересно, я наполовину долган, наполовину Эвен. И нам родители дали возможность выбрать национальность. И кем вы записались? Я долган. У меня есть брат-близнец, который Эвен. Как здорово. Да. И почему я выбрал именно национальность долган? Потому что, я думаю, это мне ближе. Все началось с национальных одежд. Моя мама мастерица, она сьет национальную одежду. И с детства прививала любовь к этому промыслу. Мы всегда видели, как она все это делает, как обрабатывает ровдугу или сьет бисером. Все это как-то закоронилось в голове. И сейчас, когда я вижу национальные детали, даже если это якутские, всегда появляется такое в хорошем смысле скука по матери. Начинаю вспоминать детство. Начинаю сразу, вижу, как мы вместе сидели, все это делали. Вы ей помогали? Да, мы с детства помогали. Ну, помогали. Наверное, нас в семье много, и она пыталась как-то... Ну, дети что делают? Они постоянно балуются, и все. И чтобы мы сидели на ровном месте, она давала задания подготовить, распределить бусы по цветам или наоборот. И вот так мы и начали взаимодействие с культурой нашего народа. Сам я работаю в колледже инфраструктурных технологий, и там мы обучаем программистов. Программисты, сисадмины, безопасники или дизайнеры. И я подумал, как я могу использовать то, что у меня есть. То есть студенты, которые уже умеют программировать или создавать сайты, или придумывать или реализовывать какие-то программы, приложения создавать. И могу реально репрезентовать культурное наследие. В прошлом году я выиграл конкурс с проектом цифровая репрезентация культурного наследия Далган. И в рамках этого проекта мы предлагаем создать цифровую среду. Нет, отдельной платформы нет. Вообще под цифровизацией можно понимать все, что есть в цифре. То есть внутри компьютера телефона. Те же фотографии, те же видео, те же аудиосопровождения можно оцифровать, и это будет уже цифровой репрезентацией. Сейчас источников литературы, даже в интернете, если просто искать по Далганам, там очень много непонятных фотографий, вот так скажем. Когда я начинал свой проект, я хотел найти хорошее фото, которое показывает именно Далган. Но сейчас даже вот эти узоры Далганские уже по-другому понимают и настоящий смысл не знают, наверное. Поэтому и появился такой вопрос, именно имея таких мудрецов, людей, которые имеют опыт, даже вот Вера Клтасова, моя мама, они давно уже занимаются тем, что шьют национальные костюмы, и для них ценно то, что осталось, то, что издревле наши предки придумали и через века оставили нам. Самая главная цель проекта – это популяризация культурного наследия. И я хотел, чтобы была идентификация национальная, чтобы молодые Далганы не стеснялись говорить о том, что они Далганы. Но появилась проблема. В Аннабарском районе вместе комплектного прозывания Далган, компактного прозывания Далган, нет интернета. Мы запланировали конкурс через социальные сети, и все это было на платформе запрещенной сейчас, Инстаграм. Мы, конечно, все это сделали, опубликовали. В этом году съездили с командой на слет оленеводов в Юринхайе, который был в марте. Очень интересно. Я давно сам там не бывал, и было так круто, реально. Давно я не чувствовал связи с народом, давно я не видел эти гонки на оленях упряжках. А мастерицы какие молодцы. Половина людей были в национальных костюмах. Николай очень трепетно относится к своему национальному костюму, с удовольствием рассказывает о нем. Например, о шапке. Они имеют свои уши, и это лицо. Вообще, есть поверье, что долганские охотники, если увидят медведя, то они лежат в шапке. Ну, как бы это все смотрит на них, и на медведя, и пугает. Это лицо. И у женщин здесь бывает либо у роса, как хранительница очага. А у мужчин уши, чтобы слышать хорошо. Это глаза. Какая интересная шапка. Да. Первый раз идет. Вот вы участвовали в форуме молодежи, который состоялся в селе Иенгра. С какой целью, что вы там делали, что-то показывали, или тоже о своем проекте рассказывали? В каком качестве вы там участвовали? В качестве участника мы... Вообще, цель форума коренных малочисленных народов Севера это поговорить о проблеме, наверное. поговорить о том, что у нас есть. И мы от имени... Я лично от имени Ассоциации Далган. Спасибо большое Ассоциации Далган за то, что помогли мне попасть туда. И у нас Далган было шесть человек. Шесть человек. И это впервые, когда Далганы прям коллективно все вместе пришли. И я туда привез свою семью. Так половина — это мои братья. И хоть они считают себя... Ну, один мой брат считает себя Эвеном, он ходил в национальном Далганском костюме, а второй пел Далганскую песню. И считаю, что именно когда мы учим своих братьев, своих детей Далганским именно народным песням, танцам, это начало. Так и начинаем, а потом они же будут уже распространять, продолжать. И сейчас социальные сети очень хорошо помогают нам в этом. Если говорить о видео, которое мы опубликовали весной после оленевода, охват более ста тысяч человек. То есть им интересно это, друг друга пересылают и так далее. Цель Суглана — это собрать таких лидеров Арктики и поговорить о насущных проблемах. Цель была достигнута, мы познакомились с разными народностями и почувствовали силу сплочения народов Севера. Жив олень, жив эвендин, как и мы все. И очень были рады. Я, например, все это оцениваю как организатор. Я всегда организовал такие мероприятия. Впервые был в качестве участника. Мне очень было славно видеть молодых людей, которые рвутся показать себя. Там в конце, в заключении нам сказали, вы можете выступить, никто никого не обязывал. И вы знаете, каждый, кто участвовал, захотел что-то исполнить на своем родном языке. Столько танцев, столько песен. И какой вы сделали вывод, все-таки молодежь стремится знать свой родной язык? Молодежь... Ну, я имею в виду не только долган, а вообще всех молодежь всех коренных народов Севера. Молодежь знает свой язык. На примере Кобяйских, там было очень много Кобяйских эвенов, которые говорили на эвенском. Мы играли в касты, и они говорили на эвенском. Там что-то себе друг к другу подсказывали, а мы не понимали. Это говорит о том, что молодежь знает, а те, кто не знали, вот из тех, кто приехали, заинтересовались и уже сделали первые шаги, чтобы язык шел. Председателем ассоциации Ольга Федоровна была избрана год назад. Я вот что поняла еще. Если раньше я когда была заместителем, членом правления, просто членом ассоциации Долгам, что-то делали, брали на себя ответственность, всегда как-то это приветствовалось инициативой, то сейчас допустим какое-то мероприятие все-таки люди ждут от меня изначально такого этого. То есть я должна там что-то сделать, но я хочу вот это перетрансформировать, потому что мы же сами, то есть инициатива должна идти снизу. То есть я в этом отношении всегда приветствую, любую инициативу. Мы же общественная организация, и когда инициатива идет, это означает в том числе нужно уже самому это реализовывать. Я вообще считаю в общественных организациях, когда перекладывается на плечи всего руководителя, есть у нас такие примеры, которые все вот сами делают, это неправильно. Должно все координирующее общее. Вроде у нас так вот, поэтому в этом году Хейра очень хорошо получилась, прямо замечательно. На Северянке мы сами удивились, если честно, как-то мы создали ватсап-группу за два дня до конкурса, объявили, что вот надо готовиться, у нас вот нашим представителем, долганка, Попова Валерия взялась, сначала она боялась, она два дня осталась до конкурса, я ничего не успею, там, не приготовить, там, костюм, мы сказали, там, все вместе, мы тебе поможем, и за два дня, там, с девочкой все это сделали, там, и конкурсную программу отдельно, культурную, танцевальную, все подготовили, вот тогда мы поняли, что мы можем, когда мы вместе, даже вот, когда есть что показать, да, мы же ничего не придумываем, то есть мы просто собрали, да, все, что есть в народе, во-первых, она сама представитель очень талантливая, она и поет хорошо, мастерица хорошая, просто ей надо было продать уверенности, а мы ей помогли, там надо было приготовить, оформить, понятные вопросы, и она выиграла конкурс северянка, поехала в Москву, для нее это вообще в первый раз, да, на такую большую выставку сокровища севера, ее мама, наша уважаемая Расковья, она, Карповна, она, получается, выиграла конкурс ковриков, и тоже поехала в Москву, и там тоже выиграла, то есть у нее вот очень такой хороший пример, вообще-то семья Поповых, они же были первые, лучшая семья, кочевая семья мира, не Россия, а мира в свое время еще завоевали, на международном уровне, вот Прасковья Карповна очень правильно воспитала своих детей, она до сих пор с мужем в тундре в стаде кочует, дети у нее, и внуки, дети, допустим, вот Валерия, она работает фельдшером, фельдшером в больнице, но все свободное от работы время в тундре, помогает, дети у нее, соответственно, тоже, то есть они вот смогли вот этот путь найти, когда сохранить традиционное, но в то же время жить в 21 веке и передать поколению. Это дорогого стоит, но такие примеры надо, конечно, популяризировать, рассказывать. У Ольги Федоровны большие планы по работе Долганской ассоциации по сохранению, популяризации и передаче традиционных знаний Долган. И зная ее, можно сказать, что работа эта будет успешной. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова